Сегодня Лоево означает 75-ю годовину с дня вызволения от нацистских захопников. У Костричнику 1943 года невеликий городский поселок Гомельской области опынулся у эпицентры ключевых военных баталий, которые стали отправным пунктом вызволения Беларуси. Под Лоевом страты Червоной Армии наличвали больше 9 тысяч солдат и офицеров. За мужность, проявленную в боях на Лоевском плацдарме, 365 воинов были удостоены звания Герой Советского Союза. Подвиг ваш овейны славой, имены ваши не смяродные. Гэта словы высечены на обелиску на березе Днепра у память об войсковцах, які примали удел у битве за Днепр, одним з найбуйнейших сраженьев Великой Айчиной. Але гэты родки высечены и на сердце тех, кто на свои очи бачил жахи войны. Знаходясь яны душевную водгу и у насчатка у переможцов. Лишится, что Лоевский плацдарм стал выражальным у битве за вызволение Беларуси. Ворог чакал основного удару под Киевом, там и шли жорсткие бои. Не отрымалася переправиться советским злучэнням и Каля Гомеля. Зато и под Лоевом оборона гитлерусского усходнего вала не вытрымала. Масштабы битвы и героизм наших воинов ураживают. Первый плацдарм на правом березе Днепра был отвоеван 22 вересня 1943 года в районе Злитця с Припятью. До конца месяца были заняты уже 23 плацдарма. Переможным стал переход про Знепр в Лоевском районе Каля Вески-Крупейки. 15-го Костричника первыми форсировали раку батальоны стрелковых дивизий армии генерала Батова. А до захода наступного дня стрелковый полк Днепровско-Забайкальской дивизии вызвали Лоев. Лишь бы страта на Лоевском плацдарме жахливые. У 29 воинских похованиях на территории района останки больше 9 тысяч бойцов. Удельников битвы за Днепр. За их 40 человек – герои Советского Союза. В середину октября это время туманов и решили форсировать Днепр в тумане, что называется. И вот когда примерно до середины Днепра дошли платы и лодки, туман внезапно рассеялся, а немцы запускали осветительные ракеты, вот там это все стало очевидным, и они открыли огонь. На разных участках вышли, допустим, подразделения под командованием Нестерова майора, в общем-то, вот этот первый плацдарм южнее Лоева, они его отвоевали. 17 октября, собственно, освободили райцентр. У меня слава. besиво об tube.